Всем привет! В этом видео буквально пару слов о том, где же деньги, откуда деньги берутся, потому что есть огромное количество версий на эту тему, как можно заработать много, как можно заработать легко, в принципе, как можно заработать. Так вот, речь о том, что где, собственно говоря, деньги появляются. Деньги всегда появляются там, когда происходят какие-то обменные операции, то есть когда кто-то на что-то собирается менять. То есть когда мы идем в магазин, когда мы идем в кафе, в ресторан, в кинотеатр, в какой-нибудь косметический салон, то мы свои деньги меняем на что-то там, на услугу, на товар, на зрелище и так далее. На чувственные и вкусовые переживания меняем. И получается, что деньги там, где происходит продажа, скажем так, в самом широком смысле этого слова. И если мы участвуем в какой-то операции по продажам, то, собственно говоря, мы, по идее, должны извлекать какую-то там свою выгоду. И многие люди могут, возможно, возразить по поводу того, что вот они ходят на работу, они там за зарплату работают, что там никакой продажи нет. Смотря с какой стороны посмотреть. Если, предположим, мы представим эту ситуацию, что мы меняем свое время на деньги, то там тоже происходит продажа. И в зависимости от того, в каких видах продаж мы принимаем участие, как непосредственные продавцы или как косвенные, или как участники какого-то производственного процесса, не имеет значения. Мы все равно находимся в какой-то цепочке, которая в конце концов приводит к вот этим всем товарно-обменным операциям. И, собственно говоря, где деньги? Деньги там, где есть много продаж или большие продажи или продажи с большой маржой или очень высокочастотные продажи, как, например, на бирже, когда мы можем в течение нескольких секунд быстро что-то продать, купить, опять продать, опять купить, опять продать. То есть здесь имеет фактор скорость, здесь имеет быть фактор затраты, трудопроизводственные, сырьевые и так далее. И здесь имеет фактор маржа, то есть дельта. То есть какую конкретно прибыль мы получаем при этой продаже. Если мы что-либо, например, производим, и его себестоимость 500 рублей продаем за 1000, собственно говоря, прибыль 500 рублей, если мы хотим заработать 100 тысяч, то нам надо чего там, 200 продаж сделать и так далее. То есть здесь вот абсолютно простая математика. Естественно, когда человек живет в состоянии такого, значит, ограниченного денежного ресурса, у него складывается впечатление, что самое важное, что должно там продаваться или покупаться, это что там, продукты питания, одежда, то есть все необходимое. Но, как показывает практика, что очень большие деньги крутятся там, где нету вот этой вот непосредственной жизненной необходимости или нету вот этой вот обеспечения жизнедеятельности нас, как людей. То есть это какие-то очень большие, дорогие вещи, эксклюзивные вещи. То есть есть еще один момент, еще одна дисциплина, это эксклюзивность. То есть по факту формула достаточно простая. Первое, продаж должно быть либо много, либо они должны быть на большую сумму с большой дельтой. Ну и собственно говоря, когда они эксклюзивные, то в клиентах нет проблем. Почему из-за этого, собственно, продают разные предметы антиквариата, предметы искусства, картины, скульптуры и так далее, или какие-то другие предметы чьего-то искусства. Например, если человек написал песню, и эта песня стала хитом, естественно, скорее всего он получит от этого какой-то достаточно приличный гонорар. Особенно, когда сейчас создаются, например, цифровые товары в интернете, у которых себестоимость стремится к нулю, то чем больше у нас количество продаж, тем, собственно говоря, больше мы зарабатываем. Если же мы говорим, что продажи это не наши, если мы говорим, что нет, ну продавцы это такие вот ребята, они там что, они барыги, там спекулянты и всякое остальное прочее, то скорее всего у нас есть какое-то презрение к продажам, ну и собственно говоря, к деньгам в том числе тогда. То есть нам, во-первых, нужно определиться, в какой области мы хотим заниматься продажами, что конкретно мы собираемся продавать, насколько дорого мы собираемся это продавать, насколько большая маржа от этой продажи, вот, и какую конкретно долю мы в этом имеем. Собственно говоря, если мы создаем какой-то эксклюзивный товар, то у него нет цены, то есть он по факту бесценен, и мы можем объявлять там любую цену. То есть эксклюзивность приводит к некой монополии. Если у нас нет конкурентов, если у нашего товара нет заменителей, если у нашей услуги тоже нет заменителей, то по факту мы монополисты. А если мы монополисты, то мы можем заявлять вообще любую цену. Если же мы делаем то, что делают большинство, то что делают тысячи, миллионы и миллиарды людей, то, скорее всего, ценность будет невысока. Именно поэтому какая-то обычная стандартная работа, которую может выполнить любой другой человек, проучившись там неделю или две на этом месте, она имеет невысокий уровень ценности. И вот многие люди очень любят свою профессию, гордятся ей, но по факту рынок, он распоряжается именно таким образом, что вот за ту работу, которую мы выполняем, нам платят ровно столько, сколько это стоит. Если это стоит больше, тогда должна стоять очередь. Если это должно стоить меньше, тогда, собственно говоря, очередь не может стоять. И если мы никаким образом в этих продажах не участвуем, то по факту нам остаются вот те самые хлебные крошки, которые остаются после продаж, после комиссионных, после маржи, каким-то другим людям, которые в этом принимают самое прямое участие. Поэтому продажа наше все, как говорится. И если у кого-то складывается впечатление, что продавцы это такие напористые ребята, которые постоянно кому-то что-то впаривают, втюхивают, то это уже потихоньку уходит в прошлое, потому что настоящие продавцы... В прямом смысле этого слова настоящие продавцы с одной стороны помогают купить людям то, в чем они нуждаются, а с другой стороны они удовлетворяют потребности тех людей, которых они, как бы так сказать, не реализованы. И если мы немножечко наберемся терпения и распознаем, исследуем, скажем, структуру потребностей определенных слоев населения, у которых действительно есть деньги, то мы можем понять, что у них есть огромное количество неудовлетворенных потребностей, которые они самостоятельно удовлетворить не могут, или у них нет на это время, но они в этом нуждаются. Да, на это нужно какое-то время, какое-то терпение, чтобы это все исследовать и узнать наверняка, но это стоит того. Если же мы в состоянии жертвы ждем, что какой-то добрый дядя, какое-то правительство, какие-то люди позаботятся о том, чтобы просто так вы делали, или я делал, чтобы просто так мы делали какую-то абсолютно рутинную, заурядную работу, и нам за это платили огромное количество денег, ну, так, скорее всего, не бывает. То есть почему-то, с одной стороны, мы вот эту вот ответственность за то, сколько мы зарабатываем, перекладываем на каких-то мифических там высокопоставленных начальников, с другой стороны, мы как бы возмущаемся, почему нас так дешево оценивают, вернее, на что. Как только мы сами на себя берем, так сказать, ответственность о том, сколько мы собираемся зарабатывать, мы начинаем задавать себе вопросы, где конкретно могут вводиться эти деньги, чем мы готовы заниматься, чем мы не готовы заниматься, и так далее. И если мы поймем всего лишь одну простую мысль, что деньги всегда там, где продажи, то мы совсем иначе посмотрим на свою жизнь, потому что мы все время что-то друг другу продаем, иногда даже нематериально, капризничающий ребенок продает маме то, чтобы она обратила на него внимание. То есть он продает свое состояние, состояние того, что он неуравновешен. Излишне заботливая мать продает, что она хорошая мама, да, то есть кто-то должен ей сказать, какая же заботливая мамочка, и так далее. Человек, который вовсю расхваливает свою услугу, он продает, ну, типа, что он там компетентный товарищ, и так далее. Мы все постоянно кому-то что-то продаем, мы все постоянно пытаемся, или не пытаемся, а делаем это хорошо, убеждаем других в чем-то. В том, что мы хорошие, в том, что мы делаем правильно, или что если что-то происходит, то мы ни при чем, и так далее. То есть мы нон-стоп постоянно кому-то что-то продаем. Продаем доверие, продаем расположенность, продаем лояльность, и так далее, и так далее. Естественно, может быть, кому-то это слово немножечко покоробит, что это на самом деле можно и другими словами назвать, но это как бы банально просто. Мы все время что-то на что-то меняем. И не всегда деньги являются предметом обмена. Это может быть что? Внимание кого-то или чего-то к чему-то. И из этого делается определенный вывод, что есть люди, у которых есть дефицит чего-то, но они не знают, где это взять. Одна дама, не помню, по-моему, в Австралии, придумала такой сервис, что она приходила к мужчинам и помогала им засыпать, обнимая их в кровать. То есть не было никакого секса, не было никакой эротики. Она просто ложилась рядом, обнимала их и дожидалась, пока человек заснет. И на этом построила целый бизнес. То есть есть вещи абсолютно нелогичные, как, собственно говоря, деньги тоже абсолютно нелогичная история, потому что у каждого из нас в голове есть собственная, уникальная идея о том, что такое деньги. И как бы это видео это тоже одна из идей, одна из версий, которая не претендует на истину. Но эта версия имеет место быть. И если она вам подходит, то ее нужно использовать. Любой человек может что-то рассказать о деньгах, что деньги это то, деньги это сё и так далее. Но если посмотреть очень-очень по-простому и банально, деньги появляются там, где происходит какой-то обмен, что-то на что-то. И если там обмен имеет какую-то высокую ценность стоимостную, то, собственно говоря, и маржинальность может быть тоже очень большая. Либо наоборот, объем продаж может быть какие-то там миллиарды, но маржа может быть 2 или 3%, но в абсолютном исчислении это, в общем-то, довольно, может быть, значительная сумма. Поэтому что? Учимся продавать, учимся презентовать, учимся находить такие виды товаров и услуг, которые а. уникальны, б. дорогие и востребованные. То есть, либо создаем монополию, либо находим дефицит, и этот дефицит удовлетворяет. Вот, тогда с деньгами все в порядке. На этом все. Привет!